здравствуйте военную операцию специально специальную военную операцию но войну не поддерживаю а специальную военную операцию а потому что армия украины убивает людей нет лнр и днр объявили о своей независимости в четырнадцатом году были не признаны 21 февраля стали признанными имеют статус государства отдельного а вооруженные силы украины находятся на территории соседнего государства с оружием и ведут там боевые действия что является нападением где луганская область отдельное государство а вы в курсе молодой человек что помимо вас у вас и живет еще так сказать миллиончик два людей вот поэтому важно не то что вы считаете а важно то что считает большинство это неважно абсолютно неважно смотрите 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 в мире в мире есть такая организация совет безопасности вот вот представители этой организации являются главными являются главными их всего всего пять знаете какие знаете какие нет пять постоянных членов совета безопасности о безопасности не знаете америка америка китай китай россия россия франция франция великобритания и и мнение одного из этих членов является вполне себе основанием ну ладно допустим допустим это я понимаю независимость нлр признали не жители лнр а россии знаете почему потому что у кола в теперь углов лнр они были раньше бывшими фсб это да даже если даже если я не летку информация даже если это правда есть итоги есть итоги референдума в лнр днр 14 года 14 года вы маленький вы голосовать не ходили но родители наверно ходили она не отсоединялась референдумом а заявила независимость а вы знаете как украина из ссср вышла так в чем проблема то есть украина может заявлять о независимости а лнр днр не могут у вас какие-то особые полномочия украине а это страна союз это была страна а украина была область республика отдельная в этой стране заявили о независимости провели референдум вышли нет нужны основания смотрите у вас произошел произошел незаконный не конституционный смена власти на основании этого на основании этого люди которые живут в этом государстве где сменилась власть имеют право заявить о своем несогласии если сейчас в москве кто-то сменит путина то тогда в сибири и в любой другой области имеет право заявить о независимости и выйти но просто так с голову вот так вот мы захотели естественно нельзя естественно нельзя нужны основания у вас были основания поэтому и крым ушел потому что был не согласен со сменением власти неконституционным путем вот как вы думаете у вас в россии все согласны с диктатурой там с какой диктатурой путин правит уже 20 лет ну хорошо 10 лет подряд там был медведи ну законно сколько раз сколько раз да я ни одного не видел я ни одного не видел были заявления как что-то пошло не так здравствуйте слава украине скобеевой слава здравствуйте здравствуйте не не ебать а из кандидата владимир ну можно и так ты легком полку ссср служит хлопчик сейчас россия сейчас россия та я бачу пока почти что ты нихуя не из россии хлопа ты в червоночке и какие там армии это из россии это из россии дивись я так розумею ты с бандерой воюешь да с бандерой бандеры нет он уже умер ну да ты прошарами да редкость редкость но для вас такая же редкость то я для вашу народу мою на увазе редкость вы блять тупоглое я хуею да давайте проверим на каком основании украинские войска находятся на соседнем государстве с вооружением на каком основании армия украины находится на территории соседнего государства на соседнем ахе территории это пиздец на какие территории как территория называется называется лнр и днр два государства это пиздец скажите пожалуйста вы знали что днр и лнр это донецкая и луганская область украины 14 года это независимые государства были не признаны а сейчас признаны только не убегай интернета не было погоди заново вам бы интернет кто в украину провел а потом будете дивиться чтобы интернет будем провел украину для начала добрый день здравствуйте москва вы откуда ивана франкельска западная я понял о чем тут разговариваете то так на разные темы мы поговорим давайте на что-нибудь давайте задавайте тему тон беседы ну давайте попробуем решить такой вопрос вы как считаете с чего все началось то что сейчас происходит ваше так сказать видение ситуации мое видение ситуации из-за чего все это ну вот как бы что толчком повлиялось кто скорее виноват кому пришлось кто подтолкнул сами себя подтолкнули очень обидно вам стало вам очень обидно стало то что мы выбрали другой путь путь не с россией в четырнадцатом году еще даже в четвертом году вам это очень сильно не понравилось так вот не а именно то что сейчас происходит я понимаю что политические вот эти направляющие они так можно и туда войти корень корень этого всего еще был 2004 году ку корень а активная так сказать фаза с чего началась корень то можно искать еще и в ссср когда ленин что-то там кому-то отдал когда хрущев можно еще брать киевскую русь когда киев стоял я про то и говорю москвы еще не было я про то и говорю что именно сейчас именно сейчас началось то все не так давно империализм вашего правительства дал сбой вот и все в том что хотели возродить так называемый советский союз и украина был было бы не последняя страна что кто-то заявлял на желание восстановить советский союз ажил послушайте с россии такая штука но там кто будет что заявлять да как как говорил лавров мы с украиной воевать не будем боевых действий не будет ну зачем вы говорили никто не воюет не воюете до спецоперации проводить ну да спецоперации проводи да а видите последствия этой спецоперации это не война вижу нет не а что спецоперация ну да если бы была война вы бы уже победили да так наши дают вам пизды хорошие значит это спецоперации увижу вижу новости уже даже на границе с харьковской областью уже ребята наши вышли на гранит блин жаль что на белгород не пошли не не пойду наверно позже немножко пойдут но почему не почему нет запрещать запрещают сил нет сил нет давай силы есть я вижу у меня его на франковске уже f16 летают я вот по поводу есть силы у вас вот азов второй месяц очень очень слезно умоляет весь мир их спасти а ваши силы почему-то не хотят с этим вопрос в связи с этим ваша армия слабая или ваша армия не хочет спасать азов наша армия не хочет не хочет спасать азов почему не хочет ну потому что они второй месяц уже плачет а во второй месяц не может спасти а у вас наверное как там в планах уничтожить азов да нет мы с ними будем день рождения отмечать и рождение или день похоронок ваших же с ними вместе их похоронам отметим рады их там не будет но мы отметим ну как бы вы уже третий месяц там пытаетесь похороны настроить и что-то не получается только остался так а есть где-то в истории где-то в истории есть прецедент такого взятия да и мы там можно с чем сравнить например так есть прошу есть какой-то пример с чем сравнить почему не там не взяли за столько-то дней или за столько-то дней что вот есть в истории человечества пример что вот такая же была ситуация потому что потому что возможности сейчас совсем другие. Историю нельзя путать. Нельзя путать, естественно. Так я и говорю, что такого еще не было. Поэтому с чем вы сравниваете, что мы долго берем или быстро берем? С чем сравниваете? Ну как с чем сравниваете? Один Мариуполь. Российская армия. Вторая в мире. Мариуполь взяли давно уже. Нет, не взяли. Азовстад не взяли. Это завод. Это 25% от территории Мариуполя. Чтобы вы понимали. Это отдельный завод. 25% территории Мариуполя всего. А на заводе люди живут? Там дома стоят жилые, да? Там очень много людей. Очень много людей где? На заводе? Сейчас, да. Вы азовцев людьми называете, я понимаю. Но это не жилые люди. Это не цивильные, как вы говорите. Какие? Это мертвые практически уже. А че? Куда ты? А куда он? Скажи, они гниют? Здорово, Иркутск. Здорово, Иркутск. О! Смотри, природа какая интересная. А людей нет. О! Смотри, природа какая интересная. А людей нет. Добрый день. Ой, нет, все. Не добрый день. 25% говорит там. Завод от города. Интересно у них это. В городе люди живут. Прям на заводе. На заводе. Привет. Добрый день. Добрый день. Ты в камеру дивись, прозюр. Я бачу. Москва, вы откуда такие умные? Москва, вы откуда такие умные? Украина, мама, блядь, на связи. А ты кто вообще? Что значит, ты кто? Ты кто по жизни? Ты кто по жизни? Ну что? А ты кто такая, чтобы спрашивать? Нахуило, я тебе, блядь, заросла, нахуй, это жилку. Что-что? Ты кто такая, чтобы спрашивать меня? Скажи, слава Украине. Слава Скобеевой. Кизни мы, долбоеб. Зуб ставь, долбоебина. Зуб ставь, долбоебина. Что там? Зуб ставь, скажи. Я так родилась, конченный. Повезло. И я так родился. Повезло. И я так родился. Ебало, звали, нахуй, святый. Ты не удачно родился, честно. Урод ебучий. О, ты себя в зеркало, ты видела, мать? У тебя проблемы. В зеркало, ты видела? Что, мать? Что у тебя проблемы? А ты себя бачил? Очки я кажу, снимай. Я прям щас. Урод ебучий. Что еще тебе снять? О, кепку сними. Что ты, дядя? Кепку сними. Кепку, скажи. Ты пакет с собой взял? Для тебя? Для тебя без пакета обойдешься. Для тебя без пакета обойдешься. Без пакета обойдешься. Ну, блядь, на удобрения пойдешь на Украине. Да, да, да. Будь прекрасна. Таких много. А че ты не на фронте такой смелый? Вот, смотри. Таких много. А че ты не на фронте такой смелый? Скажи, не берут. Жду тебя. Смотри, жду тебя. Скажи, не берут. Збройные силы Украины. И я жду тебя. Смотри. Куда ты убежал? Ждать пошел меня? Что ты, господи? Пошел меня ждать куда-то там. Побежал. Збройный. Здравствуйте, волосы. Волосы убежали куда-то. О, слава Украине. Слава Скобеевой. О, господи, с целью шлюху? Не. Шлюху? Шлюху. А че, есть данные? Че, есть данные? Хвойдаю. Че, почем она? Че, почем она? У вас там бесплатно все шлюхи ходят. А, и которые из Украины? Да, эти бесплатные. Я знаю. На Ленинградке стоят. На Ленинградке стоят. Я бы что, блин? Бесплатные все. Бесплатные все. Еще и борща готовить могут. Приготовить могут. С галушками. С галушками. Ты можешь взять идики на рот, а все. Ушка, беевые. А, боже, собаки на ки. И все? И это все? На что они способны? Ха! Это все, на что они способны? Добрый день! Добрый день! Че они все? Куда они все? Да что вы? Куда все? Добрый день! О, привет! Ну, не фиасия. Добрый день! Такой, американ бой, блин. Москва. Очки, Рэмбо? Москва. Вы откуда? Блин, ну... Вы откуда? Очки не катер. Как это? В Москве. Ну, военнослужащим РФ по статуту не положены, очки. У нас там бороды и очки можно. У нас информационные войска имеют право носить очки. Вновь создана организация, как-то. Я понял. Хорошо. И что ваши информационные войска... Ну, как... Какая у них цель и позиция, наверное, донесения какой-то информации? Депиграфикацию, да, мы производим. Депиграфикацию, да, мы производим. Индификацию. Депиграфикацию. Депиграфикацию. Блядь, повтори еще раз. Депиграфикация. Индификацию? Депиграфикацию. не обращайте внимание это наша задача а не план машины не имеют выполнять это определение грубо говоря чего-то не идентификации дпи га фикация если не брать вот эти все западные ну по-нормальному мы обмениваемся информации вот у вас какая информация по поводу того что происходит так вот я ваш колокольню хочу изучить скажите как вы считаете по вашему мнению на ком лежит ответственность за все что происходит на украине но боевые действия кто 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 виноват так вот вот тут уже давайте поинтересуемся а почему она наслала как вы считаете да или она без оснований так какие крымом нет подождите российская армия вошла на территорию украины 24 февраля 8 лет российских войск на территории украины не было а не было да так они хорошо а откуда нет я про войска я про войска у вас задержка я про войска у вас задержка ну и я же объясняю что войска как таковые такие войска стояли в крыму чьи а мы уже на крым улетели но войска были по договору с украиной там 20000 было не ну то что наши войска в крыму были это понятно чьи войска зашли в крым ничьи они там были они там находились они там так они там находились по договору с украины там контингент 20 тысяч был хорошо черноморский флот там был мы вам за него платили деньги ну понятно ну поэтому там никто не заходил они там были поэтому там никто не заходил они там были ну не в таком количестве ну 20 тысяч было это раз ну 20 тысяч было ну хорошо но тем не менее что они делали в в пределах воинских частей нашей стороны так они там находились по договору так они там находились по договору ну ну так есть территория на которой они могут находиться а на которой им надо снашивать в тот момент они просто вышли подсоблюдали чтобы ничего не происходило гулять не гулять да вы избежание в избежание но вы в курсе что в крыму не было ни одного выстрела не было ни одного не было где могу посмотреть я прям сейчас могу посмотреть где посмотрите погибшие в четырнадцатом году военной украинской армии видео так просто в угли так сейчас я буду я вводить пока буду но мы с крымом то давайте тогда разберемся крым ушел крым отдали но он российский уже тогда когда вот у нас как с ваших слов четырнадцатом году был притворот до типа но это с ваших слов но тем не менее российская федерация этим воспользовалась и отжала крым но потому что наши войска которые были в крыму смотри все части которые были наши в крыму выходили к с техникой с техникой и кто хотел оставался а кто не хотел уходил но и техника наша уходила то есть было обозначение что просто для того чтобы дальнейшем не было вопросов по крыму русская федерация вела вот эти фиктивные не до республики днр и лнр смысле россия вела нет они объявили о независимости днр заявили о независимости зачем мне там быть сейчас чтобы быть луна на какая луна на какая круглая или диск луна круглая или диск луна луна она круглая или диском я понял плоская по ходу ну ты ж на луне не ты же не был на луне да но ты знаешь что она круглая вот и про днр тебе такой же я понял а если например я тебе скажу что у меня на луне есть знакомые лунтики которые там живут и которые знают она плоская или круглая тебе придется доказать это нет тебе придется доказать их существование придется доказать их существование сначала показать видео какое-то я понял но извини в меру в меру того что у нас война то есть личная информация не распространяется если мы здесь общаемся так грубо говоря лунтики можно сказать о слушаем мнение но вот тут инцидент все в симферополе есть 2014 году в википедии есть что какие то есть заявления о 17 летнем украинце был задержан все что написано и был убит какой-то российский казачьи полу военных к за российский казачьи полу военный написано российский какие российский написано кто к нашим интернет проведут блин ну ладно если даже по логике разы разобраться ну там крым это крымские татары там у них своя община блин ну казаки выехали запорожье в кубань но мы про казаков сейчас не будем мы давай лучшего вопрос разберем то что сейчас происходит мы куда-то опять улетели мы сейчас еще давай улетим тогда что хрущев отдал незаконно украине крым сейчас туда не будем вопрос хрущев отдал крым незаконно крым незаконно до 54 году но это ладно это сейчас не будет туда лазить давай другой вопрос разберем лнр днр зачем это это история в которую сейчас нет смысла копаться это не имеет отношения к данной ситуации нет почему лнр днр сейчас являются признанными республиками сейчас кем россии ими странами хорошо это то же самое если я например зайду например в ростовскую область и скажу это моя область и не туда никто не заходил это будет именно туда никто не заходил смотри в мире смотри в мире 240 стран там плюс я не помню точно 200 чем-то ну 250 допустим я знаю 14 ну ладно в мире 194 или 196 196 по моему да бог с ним это неважно ты мысль свою досказывает мысль в том сколько стран признана даже крым вот сколько стран признали крым вот в мире 200 чем-то плюс 250 стран и сколько стран признали крым как россию вот видишь смотри смотри есть такая организация есть такая организация совет безопасности он вот заседает практически все страны так вот есть пять членов вон так смысл в чем что одного постоянного россии является одним из пяти постоянным членом совбезу он смотри смысл в чем смысл в чем ты мне сейчас говоришь что вот совбезу он там почти чуть бы не в полном составе признал крым нет нет я тебе не это говорил я тебе не это говорю я спрашивал какие страны приняли оккупацию крыма россии как а я тебе отвечал что россии достаточно для этого но то есть я долбоеб пришел в дом чужой сказала это моё и то есть а все остальные квартиры сказали ну блин все а мне достаточно это моё ты же не стал дослушивать так ты не дослушал какие мои слова если ты их не дослушал кто признал крым ты ответь мне я тебе еще раз объясняю что есть постоянные члены совета безопасности оон их пять так я тебе про то и говорю что достаточно принятия одного этого члена чтобы одного члена достаточно чтобы это работало ты косово знаешь косово знаешь если человек идиот и он говорит что это моё опять расстоят и смотрят ну как так ты косово знаешь признала америка еще несколько из стран которые в нато входит россия не признала но америку это не волнует особо есть страна югославия есть косово рядом югославия считает что косово ты их территория а просто считает себя независимым государством на данный момент на данный момент если ты там очень косово частично признанная называется сейчас югославия это что еще раз прошу страна страна ну страна а кто ее развалил так я тебе вопрос говорю о том что такое объявлять и подтверждать независимость ну то есть если америка подтверждает независимость косово это нормально а если россия подтверждает независимость днр и лнр это ненормально приднестровье никем не признана ну так есть официальные какие-то обозначения есть частично признанные есть непризнанные смотри но можно сравнить сколько стран проголосовала за грубо говоря за приднестровье что это именно является какой-то страной да не признана она никем приднестровье сколько ну так и сколько крым стран признал и чё что они не признали я не понимаю что это говорит о чем это говорит а а ты в курсе что там был референдум не один дурак решил а два с половиной миллиона людей не но смотри я понимаю но мне не понимаешь есть есть логическая цепочка в этом деле референдума да ну-ка логик то есть железная сначала чтобы зеленые человечки нет нет сначала было объявление о независимости парламентом крыма потом зеленые человечки потом референдум да сначала они стали независимыми потом референдум потом присоединение а как украина уходила из ссср ты помнишь про югославию ты все знаешь нет я про то что ты все знаешь расскажи мне про то как украина уходила из ссср ну каком году был путь например в ссср ты мне вопросом на вопрос ответить решил да ну хорошо в девяносто первом году украина официально и и верховная рада проголосовала о выходе страны с союза социалистических республик на основании на тот момент находилась на цикл и наши вышли сказали на основании так евросоюз например на основании и чего на основании наверно того что пример кто-то тянул на себя одеяло типа мы там это чё за такие основания интересные про одеяло прям так они в ради голосовали да они одеяло на себя потянули давайте выйдем нет на основании чего украина вышла из состава я же тебе вопрос задал нормально за свободу и независимость основания юридические и политические другие какие что за основание основания основания были о независимости почему потому что при садковом режиме тоталитарно можно так сказать у нас все вот такие гербы и молотый запечат потому что мы считаем что это тоталитарный режим это основание по-твоему до конституция стране нахрена существует чтобы люди в потоке сидят в верховной ради нам не нравится символика тоталитаризм мы пойдем отсюда основание для выхода нет там была захват ты там террористы захватили власть там ты не приплетает террористы такие да нет опять украина соскочил брата ну-ка вернись на украину на основании чего вы вышли состава советских республик на основании того что мы провозгласили как на русском это провозгласили независимость так а почему вы прогласили независимость по конституции можно так никто еще не выпадал ссср существовало до декабря нет смысле ссср существует а украина заявляет о независимости выходит не в чем проблема нет только суть в том что почему-то для вас проблемы что днр заявляет о независимости и выходит по той же схеме что украина из ссср да это не та же самая схема та же самая нет то есть ты сравниваешь очень разные разные понятия вообще абсолютно далеко раз вообще разные территориальную целостность а территориальность а у ссср не было территориальной целостности смотри ссср ссср переведи мне пожалуйста союз советских социалистических республик хорошо союз советских социалистических республик да это ввели просто в советском ребята коммунисты ввели название когда-то были губернии когда-то сделали областях когда ты еще сделали да 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 ты давай ты дальше рассказываю на каком основании украины вышла давай 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 сначала разберемся с моим вопросом не давай разберемся на каком основании ушла украина и почему лнр днр не могут заявить о независимости нет мы не мы не ответили первый вопрос а ты убежал уже на 4 ну как какой мы с тобой начали о чем смотри мы начали о том что например какого хера украина сказал что независимость ну в рада рада провозгласила независимость днр лнр а я тебе спросил тогда вы как бы территориальные ценности какие-то у вас нету или вы не понимаете что такое республика ну грубо говоря государство что такое есть федерация то есть республика республика имеет право взять и выйти сама по себе то есть сейчас допустим в америке какой-то штат до техас допустим берет такой мы хотим выйти до свидания у нас республика так как крым это чё было автономная республика ну они проголосовали вышли то на чего до крыма докапываетесь понятно всем то надо просто до россии докопаться им бы украины вообще пофигу главное до россии докопаться но они там были они были там по договору так вы их туда и запустили и бабки за это получали вот вот этот факт вот этот факт если известен то пожалуйста говорит нам самим просто знаешь хочется наказать тех людей по сдал крым смысле у вас на протяжении 20 лет на территории крыма находилось 20 тысяч российских военных по договору с украиной черноморский флот и все остальное 20000 там было 20000 военных было российских вы за это деньги получали украина туда никто ник не приезжал они там уже были республика крыма является автономной с 80 какого-то года по моему парламент объявил о независимости я хочу сказать что вот есть канал youtube канал если там занимайся смотришь на это владимир золкин и вот было там пару дней назад видео с крымчан ну крымским там парень который остался он был он придал ну он был присягу в украине а потом когда перешел на сторону россии так там много кто перешел а ты бы хотел чтобы там война была наверно да ну знаешь наверно потому что мне было донбасса 8 лет и не было 24 числа этого ничего не было не факт возможно что 14 началось бы то что началось сейчас вообще не факт все началось в четырнадцатом году хорошо допустим возьми мою сторону возьми мою сторону ну так теоретически да твоя страна незаконно я не могу это сделать ну например вот но сейчас вот смотри крым был украина потом там какие-то коллаборации произошли и стала россия да не вопрос или там например сша но него вопрос зачем например отжимать вот эту территорию аж значит зачем там люди ушли там люди захотели понимаешь в чем вашу проблема вы обсуждаете территорию а мы обсуждаем людей мы людей обсуждаем а вы территорию вы все на территорию смотрите а вы а вы не учитывайте что там люди проголосовали рассказываешь так вы этого не слышите сколько умирает я просто с тобой не хочу умирают где где мы с тобой не будем доказывать сколько где погибать и наши дети и наши жены и наши бабушки дедушки даже которые воевали погибают погибают такая погибает ты за кого типа братский народ нож в спину вставил вот это братья нет это вы нож вставили причем при помощи запада по большей части как вы во первых расстреливали своих же граждан сначала как вы считали вы считали их своими гражданами но вы их убивали восемь лет или не убивали не убивали не убивали а у бс е а у бс е каждый день отчеты писал как вы обстреливаете это вранье а бс е брут любой брия бс е отчет а ты можешь от нас что еще сделать наш что можешь делать вот youtube у тебя же есть как ты говоришь да я сейчас буду все отчеты бс е за каждый день считать я тебе докажу одним видео одним видео те докажу на котором прям видно все да даже отчета бс е не будем читать есть видео где украинские военные расстреливают мирных я не буду сейчас оба си отчет читать ты чё читать не умеешь ходи почитай нет голословно это если я заявлю и этого нигде нету а если я тебе заявляю ты можешь пойти ознакомиться это не голословно так вот на ю тубе можешь сам ознакомиться я тебе тоже показывать не буду есть видео называется 9 мая мариуполь 2014 года забиваешь смотришь другого года и грубо говоря там будут другие есть которые например тебе не понравится покажи это не официальные да нет пока так видео называется я посмотрю давай где российские военные убивают мирных жителей там есть документально показано как убивают мирных жителей это ты про велосипедиста мне сейчас хочешь сказать не там где ребята подошли ваши русские попросили сигаретку а это ты про фейк который уже опровергли а ну я знаю что у вас нет его опровергли в этом и суть не не нет чел его опровергли вот именно смотри вот именно вот именно говорю о фейках но я тебе говорю у нас говорят что ваши расстреляли а ваши говорят так это не наши говорят это видео снимал местный житель в мариуполе то есть мест мест местный житель снимает на камеру как высу заезжают в город их останавливают руками а потом высушник застрелял чувака прям на камеру в голову это официальное видео предоставлено министерством там чей страны в том-то и дело что это не официальное видео а видео с представителя этого города мирного жителя нет как раз официальное представительство это может фейкануть а когда ты вот ты пойдешь ты пойдешь и снимешь это независимое называется вот это правда то есть если ты что-то снимешь это будет фейком подожди у вас телевизор это вранье а теперь ты говоришь что телевизор это правда так что фейк телевизор или то что независимая все фейки весь мир фейк мы все в матрице я понял ну ладно улыбайся тогда дальше чем удачки тебе давай давай да да я-то поучу да на кучу хорошо слабоват слабоват конечно слабоват слабоват мощен тут все знает все слабоват я слабоват пойду пойду подучу пойду под